Мир всем, братья и сёстры! Благослови вас всех Господь и сохрани во имя Иисуса Христа. Аминь. Я бы хотел сегодня поговорить про очень важную тему, что мы живём в духовном мире. Аминь. Мы живём в духовном мире. И теперь давайте заденем вот этот стих, что наша война не против крови и плоти, стоит в Библии, но наша война против духов злобы поднебесной. Это получается, почему Иисус говорит, не бойтесь, я победил мир, вы мои дети, мы не от этого мира, но в этом мире у нас будет давление, в этом мире мы идём против течения. И Библия говорит, что наша война не против крови и плоти, получается, не против этих людей, которые везде здесь находятся, но против духов злобы поднебесной. И также Библия говорит, кто такой уже пророк. Библия говорит, кто такие дети дьявола, кто такие вот эти антихристы, да. И про это всё стоит в Библии. Получается, мы, как дети Божии, мы можем это понимать, распознавать. Аминь. Мы-то это понимаем, кто такие эти люди все, да. Мы это понимаем, но нам всё равно трудно жить. В Библии также стоит, что наша плоть противится Духу. Я это уже часто говорил на стримах. Получается, мы живём в теле, которое противится воле Божьей. Первый момент. Второй момент идёт, что эти духи поднебесные, которые в этом мире находятся, да, и из-за этого мы живём в этом мире, как дети Божьи. Мы приняли истину. Я покаялся в своей комнате, когда умирал от ада здесь на земле. Принял Иисуса Христа. Кричал к Иисусу Христу. В Библии стоит, кто будет верить в Бога Иисуса Христа, кто закричит имя, возовёт имя Господне, тот спасётся. Я в ту ночь, когда умирал, я кричал к Иисусу Христу спасить. И Он услышал меня, и Он держит меня в своих руках. И я тебе говорю, что Бог любит тебя и хочет спасти тебя. Но в этом мире, братья и сёстры, не удивляйтесь, если нас будут не принимать. В Библии даже стоит, это будет происходить. Нас будут отлучать. Вчера я читал книгу Откровения. Говорится, что задумайтесь, да, где вы находитесь, да, потому что это тоже опасно, если вы верите, если вы там сидите, да, и вы также, получается, соучастники, вы соучастники этого беспредела, который там происходит. И не дай Бог, когда Господь увидит, когда мы будем стоять, ну я-то знаю, что я спасён, я с Богом, что я, ну не дай Бог, если человек будет стоять перед Богом, и Бог ему скажет, отойди от меня, делающий беззаконие. Не дай Бог скажет человеку это в лицо. И это будет самая опасная, самая катастрофа. А что такое беззаконие? Беззаконие, когда человек не живёт в воле Божией, когда он не принял истину, когда он разделился, когда он называется не дитё Божие, как в Библии стоит. У нас один учитель, это Христос, у нас один Отец и один Отец Небесный. И чтобы не было между нами каких-то наставников или ещё кто-то, но чтобы у нас был один учитель. Аминь. Также на этом канале, который ты сейчас смотришь, он принадлежит всем детям Божьим, которые хотят идти за Богом. Аминь. Мы как семья, мы как род избранный, да, как наследники Царства Небесного, мы принадлежим Богу, а не человеку или какой-то динаминации. Аминь, братья и сёстры. Из-за этого будьте готовы каждый день, что у вас будут давления, гонения, вас будут засловить. Даже библисты, даже радуйтесь, если на вас такое идёт. Ну, интересный момент. Даже нам надо понимать, что мы на правильном пути. А этот путь идёт против течения, особенно в этом мире. Нас вообще никто понять не может. Они себе собирают сокровища здесь, на земле, даже эти динаминации. А я собираю себе сокровища на небе. Где ни воры, где ни ржа, где ни молни, кто не заденет. Я собираю себе сокровища у моего Отца Небесного. И Иисус Христос сказал, что Он идёт приготовить нам место, чтобы потом встретить нас и забрать. А когда будет твоя встреча с Богом, это тогда, когда в твоём теле закроются глаза. Иисус сказал к народу, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Царство Небесное может приблизиться сегодня в твою жизнь. Царство Небесное может приблизиться сейчас в твою жизнь. Никакой гарантии нету, что ты завтра ещё будешь жить в этом мире. Из-за этого прими Иисуса Христа как Спасителя в свою жизнь и начни жизнь с Богом. И это всё, что мы сейчас живём, это духовный мир. Просто да, мы его видим физическим. Но если наша война идёт против духов, злобы поднебесных, мира правителей стоит, да. Получается, что мы живём в духовном мире, которого мы сейчас видим только физически. И вот это как результаты. Аминь. Мы видим результаты, что происходит, да. А по идее все эти результаты в человеке происходят, потому что он живёт. Это духовный мир-то, да. Он просто думает, что он думает о плотском. В Библии, как Иисус ответил Петру, да, по-моему, он ответил. Ты думаешь не о Божьем, а о человеческом, да. И так же мы иногда думаем по-плоцки, мы не думаем о духовном, у нас мы не так рассуждаем правильно, да. Из-за этого мы должны держаться за истину, говорить истину и идти за истиной, дорогие братья и сёстры. И не сдаваться никогда. Наши же жительства на небесах, где мы ждём нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Здесь на земле нас не будут понимать, нас не будут принимать, нас будут даже отлучать. Откровение книга говорит, что вы сами лучше выйдите, пока не поздно с этой катастрофой, да. Вчера про это я читал, можем потом на стримах опять я прочитаю, где стоит. Будьте аккуратны, слепые вожди ведут за собой, да. Так же Иисус говорит книжникам, горе вам, книжники и фарисеи, вы сами не спаслись и другим мешаете войти в Царство Небесное. Так же стоит, не мешайте детям Божьим приходить к Богу, да. Почему это всё стоит? Потому что это происходило и происходит сейчас. Люди хотят идти за Богом, а их разделяют, им не дают, им запрещают, их ставят в какую-то рамку, да. Это всё вот эти духи поднебесные. Бог хочет тебя в твоей комнате, Библия говорит, если ты молишься, закрой за собой дверь, встань на колени и кричи к Богу. Всё, тебе я не нужен, тебе нужен Господь, про Которого я тебе говорю на всё, на этом канале. Аминь. Так что, братья и сёстры, будем идти за тем, кто нас спас. Будем держаться за того, кто истинный Бог и будем делать то, что хочет Бог, а не этот мир. Благослови вас всех, Господь и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови вас всех, Господь.